Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 97. Наши лекции проходят в Московском Срединском монастыре и записывается редакция портала экзегет.ру. Псалом 97 имеет невероятно краткий заголовок. Псалом, мизмор. Такой заголовок чаще всего указывает на песнь, исполнение которой сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. В Септуагинте и в сирийских рукописях добавляется слово «Давиду». Идеи гимна повторяют мысли 95-го псалма. Вступительные и заключительные слова обоих псалмов практически идентичны. Способы выражения мыслей в данном псалме также характерны для второй части книги пророка Исаия, в которой речь идет о восстановлении народа после суда над Вавилоном. Основная мысль псалма – повсеместно ощущаемая радость от появления Бога как царя на Сионе перед лицом всего мира. Рассмотрим содержание данного текста. Первые три стиха. Господь и только Господь дарует победу и спасение. Образ победы подчеркивает в лице Господа его роль защитника. Победу держала его десница. Это означает, что когда у Израиля не было другого помощника, сам Бог каким-то удивительным образом вмешался, обнажил святую мышцу свою пред глазами всех народов. Он это сделал не случайно, но чтобы увидели его все концы земли. О победах Бога правой рукой говорит литургическая традиция древнего Израиля. Его победа сопровождалась чудесами, которые Господь сотворил для своего народа. При этом все, что происходило в истории древнего Израиля, по мысли псалмопевца, имеет универсальное значение для всех племен земли. Если вы будете предполагать, что у Бога есть мускулатура, я с вами радикально не соглашусь. Я не думаю, что ходит он в спортзал, но понятно, что если бы он соревновался с какими-нибудь знаменитыми боксерами, он победил бы. Насколько святая у него мускулатура, не мне судить. Перед нами образ. Образ десницы и образ мышцы – это метафора, которая говорит о силе. О силе. Итак, Господь сильно, решительно, что-то явно делает по отношению к своему народу. И являет на своем народе некое чудо своего присутствия. И это вмешательство Бога в жизнь народа описывается образами десницы и святой мышцы. Может быть, для создателей псалмов образ десницы был также важен, чтобы противопоставить Бога как царя царям земным. Что такое десницы для царя земного? Это правая рука, которой отдаются распоряжения. Куда идти и куда не идти. Правая рука – это рука повелевающая. Рука не просто сильная физически, поскольку в основном мы пишем правой рукой и какие-то действия совершаем чаще правой рукой, чем левой. То по факту, наблюдая за своей физиологией, мы можем заметить, что правая рука для нас преимущественна, и она действительно крепше, чем левая в плане физиологии. Но для авторов библейских песен правая рука – это область власти. То есть если враги хотят наложить свою лапу на наш народ, то буквально речь о том, что они правую руку, то есть воцариться, распространить свою власть на эту территорию, то Господь как бы бьет им по рукам и говорит, нет-нет, вот тут моя правая рука, я здесь король, я здесь порядок навожу. Поэтому, скорее всего, эта метафора говорит о том, что Бог не просто тихонько, незаметно, где-то в уголку действует, так как чаще всего мы в нашей жизни его не видим, нам кажется, что он или не действует, или действует незаметно. А тут подчеркивается, что Бог делает какое-то явное чудо, мимо которого просто невозможно пройти мимо. И это должно научить, это должно явить его силу и крепость. Вопрос в том, что эта свобода, наша собственная свобода, она может быть созидательна, а может быть разрушительна. Такова природа любви. Любовь, она ревнива. Любовь не безразлична, любовь деятельна. Если папа увидит, как его дочь, скрутив две проволочки, пытается провести эксперимент с носиком хрюшки, торчащим из стены, и оттуда должны молнии пойти, то папа, конечно, ударит девочку по рукам, чтобы ее не ударил электрический ток. Лучше уж папа ударит девочку по рукам, чем девочка отправится преждевременно в мир иной. Вот такая природа любви. Мы можем сказать, что когда Бог бьет по рукам, он насилует человеческую свободу. Но также можем спросить себя, а с каким мотивом? Почему он это делает? Не получается ли так, что он нас останавливает от саморазрушения и саморазложения, тем самым продлевая нашу жизнь на этой земле, давая нам, возможно, осладиться ее красотами? Но для этого должно быть какое-то мудрое осознание о своем месте в мире. И, к сожалению, именно это порой бывает и является камнем преткновения при диалоге с людьми, не хотящими верить, которые прячутся за два оправдания. Первое, что Бог жестокий, потому что Он попускает в мире зло. Ну, там, не знаю, младенцы в Африке от голода умирают, в Сирии там война идет, невинные люди погибают, ну и так далее. Коррупция в стране, но только не у нас, у нас все хорошо, у нас нет никакой коррупции, естественно. Вот. Или реформа в образовании, в медицине тоже у всех плохо, только у нас лучше всего. Вот. То, конечно, Он плохой Бог, но почему Он не вмешается? Но когда Бог начинает вмешиваться, и, например, там, не знаю, меня как директора аптеки останавливает от продажи индийскими поддельными лекарствами, ну, путем бакронства моей собственной фирмы, вот тут я начинаю негодовать. Вот как Он посмел затронуть мою личную свободу? Это такая сложная вещь, наши человеческие претензии к Богу. Потому что, как правило, мы преодолеваем претензии к Богу в отношении наших социальных факторов. Или тогда, когда у нас не хватает силы воли поднять свою пятую точку с мягкого кресла перед телевизором и все-таки пойти на работу, или, по крайней мере, ее искать. Или тогда, когда мы сами общество губим, но каждый жалуется на другого. Но ведь легче пожаловаться Богу, что у меня сверливая директриса, чем выстроить с ней отношения и путем послушания и смирения эту директрису перевоспитать, чтобы она и сверливая, и стала чувствительной, и нежной. Это более длинный путь, тяжелый. Но получается, что Бог за меня должен вмешаться, вытянуть очки, привести ее в чувство, тряхнуть ее посильнее, лучше с громом и молнией, чтобы она стала мягкой, шелковистой. Поэтому большой вопрос в отношении того, что в результате свободы нашей воли нами реализуется на земле. И поэтому, когда мы говорим о благости Божией, она не всегда является в виде сникерса, который мы поутру обнаруживаем у себя в кармане. Иногда бывает это не сникерс, а дуля, потому что нам нужно самим зарабатывать себе деньги. Научиться, по крайней мере. «Вся земля», — четвертый стих, приглашается принять участие в праздновании победы. Воспоминания о чудесах, явленных Израилю, это то, чем можно поделиться со всем миром. При этом существенное значение имеют не столько кары египетские и странствования по пустыне, сколько ключевая богословская мысль, что небесный царь есть создатель и хранитель Вселенной. Примечательной особенностью псалма является то, что его автора интересует исключительно личность Господа, его спасение. Здесь нет упоминаний, о иных богах, о богах других народах или о побежденных врагах. Они отошли на задний план. Только Господь в центре внимания псалмопевца. Победа Господа отмечается торжественным, радостным приветствием под аккомпанемент большого оркестра. В пятом стихе дважды упоминается лира, кенор, которая издавала звук мелодии. За указанием на этот весьма популярный в Израиле музыкальный инструмент, который в русском переводе священного писания может обозначаться как гусли, арфа или цитра, мы узнаем целый храмовый оркестр. Серебряные трубы, 6 стих, служили для созывания общества, для подачи сигнала при перемещении лагеря евреев по пустыне. Вместе с лирами, арфами и ударными инструментами трубы украшали важные религиозные праздники. В частности, трубы использовались при коренации царя Иоаса. В 150-м псалме представлен широкий набор музыкальных инструментов, на которых играли при храме. Среди них упоминается и звук, издаваемый на роге, роге, шофар. К глазу псалмопения при звуке труб и рога присоединяются и звуки природы. Вслед за шумным оркестром левитов начинает шуметь море. 7 стих. Образ моря в данном контексте намекает на островные государства. Вселенная – это также намек на мир, на страны с их обитателями. Реки и горы – это пейзаж стран, граничащих с Иудеей. Реки буквально рукоплещут, хлопают в ладоши. Хлопанье рук, аплодисменты, служили знаком выражения радости во время коронации царей. Слово «шумит» буквально ревет означает в данном случае не раскаты грома, а громогласный голос, громкие голоса вождей и рядовых подданных. Таким образом, за метафорами природы мы узнаем людское море, представителей ближних и дальних народов, которые соединяются с ликующими в храме евреями в единый общечеловеческий хор, прославляющий царя и судью вселенной. По всей видимости, под горами, которые радуются, а подразумевается население горных стран или те люди, которые живут в холмистой местности. И сама территория Палестины не была однородной. Там проживали разные народности. И окружающие страны, например, если на Сирию двинуться к Дамаску, где жили сирийцы, там тоже местность временами холмисты или Сирофиники, Ливан. Поэтому перед нами метафора, которая говорит о людях. Но в этом случае остается за скобками еще один аспект. Горы, холмы, по-другому вершины, что значили вершины для авторов книг Паралипоменон, а еще более для авторов книги царств. То есть для первой-второй книги Самуила и первой-второй книги царств. Если мы посмотрим на книги царств, то понятие вершина всегда воспринимается негативно. На вершинах стояли капища, на высотах совершались курения ложным богам. Радость о боге в период царств на вершинах в принципе было немыслимо, потому что там бога нет. Эти вершины, они все застроены какими-то, заставлены истуканами, или там находятся какие-то священные рощи. В этом случае перед нами нет совершенно никакой критики вершин. Отсюда можем предположить, что на этих вершинах уже нет никаких священных рощ. Что они все очищены. Наконец эти вершины стали чистыми от языческого присутствия. И поэтому они тоже радуются. То есть здесь может быть еще такой религиозный аспект, но вот как раз за счет игры этих образов у нас появляется повод для различных толкований, для многоуровневых толкований того или иного гимна. «Этот радостный гимн не только прославляет прошлое, но и с надеждой устремляется в будущее. Судья еще не пришел, он еще в пути, но он уже идет». Девятый стих. 97-й псалом – это весьма лаконичная и торжественная песнь, раскрывающая суть всемирного поклонения Богу. В праздновании чудных дел царя Вселенной народ Божий соединяется со всем творением. Перед лицом Творца неба и земли стираются местечковые конфликты между народами. Боги народов – ничто, только Господь по-настоящему достохвален и страшен. И все племена призываются возвещать о славе Божьей и приносить дары в его святилище. В этой универсальности образа царя славы нельзя не заметить пророческое указание на грядущего нового царя, Мессию, кроткого, праведного и спасающего, согласно книге Захарии. Он, по апостолу Павлу, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду ставках человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всяк язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь. Что-то произошло, надеюсь, не в этой аудитории, а с создателями библейских песен. Если присмотреться к тексту этого псалма, то это действительно какая-то очень универсальная песня. Да, есть некий центр, центр мировой религии под названием Иерусалимский храм. Но это центр с открытыми дверями, центр, в который не просто могут входить чужие народы, но и соучаствовать в совершении богослужения путем принесения жертвоприношений. Мы не знаем, что предразумевал автор и что было, так сказать, поводом к его написанию. Может быть, дружба с окружающими народами, например, с персами. Мы знаем, что во времена персидского владычества были такие поблески симпатии к евреям. Ну, например, книга «Эсфирь» говорит нам о том, как Мардахей в свое время услужил персидскому царю, потом на него были гонения со стороны Амана, а потом был восстановлен в своем достоинстве, с почетом отпущен, и более того, евреи получили право мести по отношению к своим угнетателям, и отсюда появился праздник Пурим. Кстати, на этом празднике тоже изначально было принято рукоплескать, и слово «рукоплещут» моря из этого псалма давало повод некоторым исследователям, с которыми я не согласен, датировать этот псалом периодом Маккавеев 160-е годы до новой эры, когда был очищен храм Иерусалимский от нечестия Антиоха Эпифана. Но не суть. И так, по всей видимости, в эпоху создания псалма была дружба с какими-то языческими народами. Такая дружба на протяжении истории Древнего Израиля как минимум несколько раз нами наблюдается по библейским книгам. Во-первых, дружба Соломона с царем Хирамом, с хецким царем, который поставлял для храма древесину и способных работников, мастеровых. Дружба Соломона с египетским царем, который дал ему в жены свою дочь. Вообще, евреев с Египтом многое чего связывало, и потом в эпоху Александра Македонского большая в Египте создалась диаспора, потому что Птолемии очень евреям симпатизировали. Царь Тир, кстати, тоже из персов, который называется по библейским историческим книгам слугой Божиим. Или те знаки, которые подаются на Воху Доносору. Или вообще в целом, если посмотреть о том, как пороки предупреждали Израиль не сопротивляться ассирийцам, потом вавилонянам, которые, несмотря на то, что язычники, выполняют роль бича Божьего. Итак, автор псалма очень симпатизирует окружающим народам. И универсальность данного псалма говорит о каком-то очень легком доступе, более того, о необходимости даже для всех народов, жителей островов и дальних гор приходить на поклонение к Господу в храм. Но остается недосказанным, то ли речь идет о том, что представители языческих народов могут лишь посетить храм как паломники, стоя в его притворе, отправляя какие-то средства или жертвенных животных на храм, но не участвуя в собственном ритуале жертвоприношения, то ли действительно речь могла идти о том, что пророческий автор псалма, он указывает на то, что наступит такое время, когда все народы соединятся в поклонении Господу сил, Богу богов в Иерусалимском храме. Конечно, с точки зрения Нового Завета это была и задумка Творца явить на Израиле такие чудеса, которые должны научить окружающие народы. И в этом случае, как обычно бывает в семье, не всегда ведь избранный ребенок это тот ребенок, который самый примерный. Бывает наоборот, наказывая какого-то непослушного ребенка, этим самым отец учит других детей не поступать так, как этот. Израиль не был идеальным народом с точки зрения послушания. Скорее, он был строптивым и жестоковыным и поэтому постоянно подвергался Божьим бичам. В этом случае, его избранность рискнул сказать свою мысль, эта избранность напоминает козла отпущения, потому что на нем все кары Божьи были испытаны. Поэтому не всегда эта избранность говорит об особой святости. Это просто пример, экзампл. Вопрос в том, кто научился с этого примера и научился ли сам Израиль быть примером, транслировать свои знания о Боге для других народов. Новый Завет расширяет границы благовестия. Там нет границы между иудеем обрезанным и неудеем необрезанным, между евреем и скифом, свободным и рабом. Но к сожалению опыт показал, что в контексте собственной иудейской религии они снова вернулись в эту самозамкнутость. Что есть избранный народ, с которым Бог на веки веков заключил свой завет. И тут дальше поставим три точки в отношении того, а какую миссию должен этот народ служить. Есть другие народы, которые должны прийти на поклонение в Иерусалимский храм, а Израиль будет над ними главенствовать. И вот это принципиальное отличие аспектов благовестия Нового Завета от Ветхого, что если и там и там речь шла о приходе язычника в Иерусалимский храм, об открытых дверях Иерусалимского храма, об этом говорит Псалом, то особенностью Нового Завета является то, что он подчеркивает равенство этническое всех народов и тем самым нигилирует какие-то привилегии этнические собственно Израилов. И вот это та точка, в отношении которой не найден общий язык между христианами и иудеями, после того, как единая религия разделилась на две и не может быть найден сейчас. Иерусалимского христианами и иерусалимского